Заявления сейчас следуют одно за другим. О том, что российские калибры превосходят американские тамагавки и их запуск уже не оставил сомнений. У официального Дамаска появился реальный шанс на реальную победу в войне с ИГИЛ. О том, что американская программа по подготовке сирийских боевиков, стоившая 500 миллионов долларов, сворачивается. О том, что неправильная и правильная с точки зрения Запада сирийская оппозиция должна уже призадуматься, стоит ли браться за оружие, чтобы менять законный режим в стране. И при этом на Западе прозвучало подзабытое старое, которое теперь читается как абсолютно новое. Это цитата из журнала The Week. Ближневосточные режимы снова воспринимают Россию как влиятельного игрока, который, похоже, в большей степени заслуживает доверия, нежели США, говорящие одно и делающие другое. При этом Россия не намерена объединяться с западной антиигиловской коалицией, считая ее незаконной. То есть теперь мяч на стороне Запада, кто-то должен идти и договариваться с Москвой. Конечно, американцы отказываются обмениваться разведданными и максимально возможную информацию российский генштаб получает из информационного центра в Багдаде. Конечно, военные контакты сейчас только налаживаются и штабы пытаются по видеосвязи через океан нащупать точки соприкосновения интересов. Мой коллега Евгений Баранов слушал заявление, читал западную прессу, чтобы понять, что дальше. Ведь очевидно, что проявляется новый центр силы. Но ведь также очевидно, что общая победа над терроризмом – это и общее поле для новых отношений. Первые же 10 дней антитеррористической операции в Сирии выявили устойчивую тенденцию. Чем успешнее действует наша авиация, тем болезненнее на это реагирует Запад и в первую очередь США. Причины такой нервозности в целом понятны. Ведь Белый дом утрачивает контроль за происходящим не только в воюющем регионе. Постепенно из повиновения начинают выходить и те, в чьей покорности у американцев еще совсем недавно не было никаких сомнений. Европа не должна позволять Вашингтону диктовать нам то, как нам относиться к России, заявил на днях глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Запад изначально не выступал единым фронтом. Существовали серьезные противоречия между США и их ближайшими союзниками, прежде всего Великобританией, и такими странами, как Франция и Германия. И действия России в Сирии лишь усугубили данный раскол, поскольку сирийская проблема напрямую связана с проблемой беженцев и нелегальных мигрантов, которая является головной болью как раз для европейцев. Таким образом, здесь реальными союзниками России является не только Дамаск, не только Иран, но и ведущие европейские страны, которые озабочены проблемой беженцев и которые объективно заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке был наведен хоть какой-то порядок. Предчувствуя бунт на корабле, американцы поспешили задействовать для вразумления непокорных НАТО. Понимая, что в нынешней ситуации им будет сложно добиться нужного накала антироссийской риторики от каждого конкретного европейского лидера, они использовали формальный повод – случайное нарушение нашим военным самолетам воздушных границ Турции. Несмотря на то, что этот инцидент и Москва, и Анкара считают исчерпанным, его обсуждение в Брюсселе обернулось разговорами о необходимости оставить в Турции системы ПВО «Патриот», которая ранее предполагалась оттуда убрать. Выступая на экстрен-саммите министров обороны стран-членов НАТО, глава Пентагона и вовсе договорился до прямых угроз в адрес России. Действия России в Сирии повлекут за собой последствия для самой России, в результате чего следует обоснованно опасаться ответных атак. Я думаю, они начнутся в ближайшие дни. Русские начнут нести потери в Сирии. Учитывая характер нашей военной операции, иначе как угрозу, эти слова американцы воспринять сложно. В Сирии работает наша авиация, сухопутных войск там нет. До сих пор боевики не обладали оружием, способным сбивать боевые самолеты. Если глава Пентагона пророчит нам жертвы, значит он располагает информацией о том, что такое оружие может у них появиться. По словам американского политолога Дмитрия Саймса, в Вашингтоне сейчас активно обсуждаются вовсе невозможности взаимодействия с Россией, а наоборот, варианты скрытого или явного противодействия ей. Есть, например, группы, которые предлагают намекнуть Катару и Саудовской Аравии, что Вашингтон больше не будет возражать против поставок боевикам средств ПВО. И как бы они сделают правильные выводы, и антиосадовские повстанцы получат против вводов наружу, и у России могут быть какие-то потери. Но есть, наконец, группы, особенно вне администрации, а в Конгрессе, которые говорят, нет, нужно активно противостоять России, нужно обвинить бесполетную зону в Сирии, в частности, у границ с Турцией, и прямо как бы сказать Путину, если вот твои самолеты там будут летать, то мы их будем сбивать. Но тут немедленно возникает вопрос. Ну хорошо, а что если Путин не послушается, и там российские самолеты в этих зонах все-таки появятся? Вот на это, даже у таких ястребов в Конгрессе, ответа нет. Нет у них в Вашингтоне ответов и на другие вопросы, которыми все чаще начинают задаваться на Западе. Есть ли у штатов, которые тратят столько энергии, чтобы помешать России, хоть какая-то концепция на тот случай, если им это удастся, и Россия уйдет из Сирии? Французская газета «Фигаро» на этой неделе вынесла этот вопрос в заголовок редакционной статьи. Хотим ли мы, чтобы Аль-Каида захватила Дамаск? Быть может, Запад опасается, что российская армия разбомбит его умеренных друзей из сирийской свободной армии? Увы, но по факту это лишь призрак. В истории, затянувшейся уже на 4 года сирийской гражданской войны, эта группа играла определенную роль в информационном пространстве, но ровным счетом ничего не значило в военном. Находящемуся у власти с 2000 года Башару Асаду не удалось объединить страну, безусловно. Но это не повод для того, чтобы распахнуть ворота Дамаска перед ордами исламистских варваров. Всем уже совершенно очевидно, что никакой боеспособной свободной сирийской армии, о защите которой от российских авиаударов якобы так пекутся в Вашингтоне, в Сирии давно не существует. Если эти, так называемые умеренные когда-то и были, то на сегодняшний момент они либо в бегах, либо примкнули к джихадистам, переняв у них не только идеи, но и способы ведения войны. Как вы видите, здесь находится мечеть, вот тень от минарета. И здесь зафиксирована, видите, вот одна стоит бронетехника, и вот вторая за забором. Автомобиль проследует на стоянку за забором, на которой еще стоит порядка десятка такой же техники, оснащенной крупнокалибренным стрелковым вооружением. Данный пример наглядно показывает, что умеренные граждане прикрываться мирным населением в качестве живого щита не станут, а тем более стягивать бронетехнику под свои религиозные учреждения. Все эти действия – визитная карточка только терроризма. Понимают это и американцы, заявившие на днях о намерении свернуть лагеря по обучению бойцов светской оппозиции в Иордании, Катаре, Саудовской Аравии и Эмиратах. Вашингтон больше не может позволить себе скандалов, связанных с массовым переходом обученных и вооруженных на деньги американских налогоплательщиков боевиков на сторону Аль-Каиды. В ситуации, когда весь мир видит, как Россия воюет с террористами, появление в интернете таких съемок, как это, будет бить по остаткам престижа США с удвоенной силой. На видео боевик умеренной свободной армии Сирии впивается зубами в только что вырезанное им сердце убитого сирийского солдата. Дело в том, что они точно такие же террористы. Они точно так же режут голову, убивают десятками людей. У них практикуются массовые казни. На территориях, которые контролируют якобы умеренные оппозиции, террор носит характер абсолютно бессистемного. То есть там, как скажет командир какой-нибудь очередной бандгруппы, которая контролирует какой-то там участочек, так и будет. Там нет не то, что закона, а даже подобия какого-то порядка. И поэтому, безусловно, резня там идет еще более страшная, чем на территории исламского государства. Прекрасно осознавая все это, Вашингтон, тем не менее, продолжает использовать созданный им же миф о умеренной оппозиции Ассаду в качестве информационного оружия против России. До недавнего времени им казалось, что этот позырь беспроигрышный. Мы не можем доказать, что не бомбим то, чего не существует. Однако последние заявления Москвы, похоже, снова загнали американцев в логический тупик. В ходе последнего визита в Париж президент Франции, господин Алланд, высказал интересную идею, согласно которой можно было бы, по его мнению, попробовать, во всяком случае, объединить усилия армии правительственных войск, армии президента Ассада и так называемой свободной сирийской армии. Правда, мы пока не знаем, где она и кто её возглавляет. Но если исходить из того, что это боевое крыло так называемой здоровой части оппозиции, то если бы удалось объединить их усилия в борьбе общего врага против террористических организаций, ИГИЛ, Джабхат, Арнусра и же с ними, то тогда это бы создало хорошие предпосылки для последующего политического регулирования в Сирии. Россия не ограничилась заявлениями. По поручению президента наши дипломаты и военные уже приступили к поиску тех, с кем можно договариваться. Президент Сирии Ассад заявил, что не намерен цепляться за власть. Казалось бы, все возможности для начала сотрудничества налицо. У Запада просто не осталось аргументов для продолжения конфронтации с русскими. Но нет, в ответ тишина. Ни контактов лидеров боевого крыла умеренной оппозиции, ни списка целей, которые им, по мнению американцев, не должны подвергаться нашим ударам с воздуха, ни координат мест, удары по которым отвечали по представлениям Запада о том, как нам следовало бы бороться с террористами. Знаете, когда мы были сейчас в Нью-Йорке, работала радистская делегация на Генеральной Ассамблее Организации Уминных наций и также в ходе председательства России в СБ ООН, было большое количество мероприятий, двусторонних встреч. И одна из делегаций сказала фразу, которую повторяли потом многие, как под копирку, как будто им кто-то написал. Они говорили нам о том, что имейте в виду, когда вы начали ваши военные действия в отношении ИГИЛ на территории Сирии, помните, что восприятие важнее реальности, тем самым намекая о том, что фонд будет создан нашей акцией соответствующей, и он перекроет реальные итоги того, чего мы добиваемся, и, собственно говоря, на что направлены все наши усилия, а это есть борьба с терроризмом и политическое регулирование в Сирии. Однако расчет Запада на то, что ему как всегда удастся контролировать восприятие происходящего, на этот раз не работает. Реальность, которую они всеми силами пытаются скрывать или извратить, берет свое. Как бы ни работала пропаганда, за напившими уже у всех оскомину рассуждениями о том, что Россия делает что-то не так, как бы того хотелось Вашингтону, невозможно больше скрывать ни очевидные успехи сирийской армии, ни полное отсутствие какой бы то ни было альтернативы действиям России в Сирии. Реальность состоит в том, что Россия уже там, и единственное, что с этим можно поделать, это начать договариваться. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Александр Гусев. Воскресное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова